Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Продолжение следует... Какие действительно замечательные домики, это просто шедевры, это просто сказка. Еще и раскрашать будут, ой-ой-ой. Сейчас мы будем украшать домики и территорию прилегающую, делаем дорожки. Какие вы умницы, какие хозяюшки, какие славные, какие трудолюбивые, какие хозяйственные. Как много хороших идей. Иначе все пойдет не по плану. Ой-ой-ой. Смотрите, посмотрите картинки, посмотрите на домики, которые украшены. Посмотрите внимательно на это. У вас появятся идеи свои собственные. Послушай, пожалуйста, Егор. У вас появятся собственные идеи. Но нужно воодушевиться тем, что вы видите. Потому что здесь много-много разных примеров. Домики, которые делают и в России, и в Германии, и в Украине. Тут из разных стран. Итальянские домики. Многие к Рождеству украшают вертекой или домики пряничные. Бывают дворцы, бывают лесные избушечки. У нас для этого есть много-много красивых вот таких всяких пряничков. Вот эти вот медовые пряники. Можно сразить ими сделать заборчик. Сделать такие заснеженные лужайки, кочки какие-то. Прекрасно. Коллективное творчество. Все вместе, дружно. Рождаем сказку. Если мы сейчас начнем раскладывать эти колечки, они могут вот здесь вот немножечко, вот в этой посыпке из пряника, могут вот здесь вот так немножечко быть. А это что за колечки? Это шоколадные колечки. Мы из них будем делать дорожку. Вот попробуйте. Посмотрите, там везде есть какие-то графиночки. У нас много-много-много разных есть. Таких чиповок. Удивление для того, чтобы сделать снижение. Смотрите, есть у вас белая глазурь в пакетах. Есть у вас вот такая сахарная пудра, которой можно заснежить крышу. Если вы посмотрите, многие домики сверху посыпают вот такой пудрой, чтобы казалось, что он заснежен. Такие же сосулички. Посмотрите по краю сосульки. Их можно сделать вот этой глазурью. Мы сейчас отрежем краешки вот эти. И вы будете пробовать потихоньку. Если на пакет жать сильно, то получится... Почему? Вот здесь какой-то может разорваться в пакетик, и будет неудобно. Нужно очень-очень аккуратно. Когда я отрежу, нужно очень аккуратно нажимать медленно, не прикладываясь серьезных усилий. И попробовать сделать сосульки. Раскрасить вот здесь можно вот эти вот краешки и госточки. На них можно лепить какие-то красивые детали. Вот, например, вармилад можно сделать по краю. Когда вы посмотрите, у вас появятся идеи. Но мой вам совет. Если вы, например, конфетки будете использовать на крыше, то уже на земле не надо их использовать. Можно на... Я сейчас расскажу, потом задайте вопрос. На елочку можно приклеить их. Можно, например, если вы используете для крыши конфетки, то мармиладки и пряники пойдут на вот эту прилегающую территорию. Из колечек сделаем тропинки. Давайте не будем застилать колечками весь пол, а делаем дорожки. Каждый со своей стороны сделает дорожки. Если нужно, вы можете еще поделить на одну сторону и на другую сторону. Поделить, чтобы было у вас... Вам было удобно. По обоим сторонам, чтобы у вас мастерьял был, чтобы вам не нужно было протягивать ручку и говорить, не дайте мне, я тоже хочу. Посмотрите, есть вот такой зефир. И вот он очень красиво можно разместить, например, вот здесь. Можно сделать вот здесь вот такие вот заснеженные приборчики такие под окнами. Можно очень красиво придумать. Вот этот, посмотрите, вот этот материал, который мы все знаем. Что это такое? Мы можем раскрошить. И сделать вот здесь заснеженные вот такие, да, такие сугробы сделать, кустики. То есть у вас будет творчество сейчас. Вы начнете творить. Каждый по-своему. Но очень осторожно обращаемся с глазурью. С глазурью работаем медленно и бережно. Не надо говорить, ой, я сделал лужу. Нужно попробовать сделать вот такую линию. Сейчас я вам отрежу краешки. И вы будете пробовать. На глазурь можно что-нибудь приклеивать. Когда ты хочешь снять? Маша, Маша, сделай вот этот сайт, пожалуйста. Пожалуйста. Чуть-чуть поднимите к нам просто. Я решила, что это наш ка. Серединке сделай. Торопиться не нужно. Вот быстро-быстро. Послушайте, пожалуйста, ребята. Быстро-быстро закрыть домик сахарной пудрой. Это не то, что требуется от нас. Нужно аккуратно, бережно, потихонечку его превращать в такое заснеженное чудо. Быстро мы не работаем. Иначе можно просто сразу кинуть все, что мы имеем, и сказать. Это вкусно. Вкусно, но он не так тончен. Ну хватит, все, Афина, мы хватит. Все, хватит. Мне неудобно сидеть. Ты сюда, я тебя обсажу. Тише-тише. Вы пока не давите на них аккуратненько. Их еще сейчас отрежут кончики. Чтобы очень тоненькие, аккуратненькие получались. Ребята, вот эти пакетики берегите пока. Сейчас их надо еще открыть аккуратненько. Чтобы тоненькие, тоненькие, аккуратненькие у вас рисуночки получались. Берегите эти пакетики. Это морковка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давайте, деда, мы здесь и здесь мы ломаем сугробик небольшой. На, ломаем. Смотри, как Маша сделала сугробики. Смелко ломай. Память. Смотрите, что вы так говорите с ней. Попробуй мне, да? Не, да. Ну, крупнейила, да? Ну, мы здесь не надо. Ну, что-нибудь сон соус утром входит. Только я вот так, а я вот так. Тем не совсем не ехалю с ними. Не, нет. Это подон, что вы не делаете? Скажи, смотри, смотри. Теперь вскрыть может пакетики надо? Пакетики может вскрыть? Да, надо помочь. Насколько надо тихонечко? Самыми не могут. Да, лучше кто-то один, чтобы... Так, приготовили пакетики. Сейчас очень аккуратненько каждый пакетик вам вскроет. Мы начнем именно пробовать. Не сразу покрывать, а пробовать рисовать тонкие линии. Если идет слишком быстро, нажимаем медленно. Если течет достаточно бодро, значит можно приподнять чуть-чуть, остановить крем, чтобы он не вытекал. Глазурь можно остановить тем, что мы поднимаем. И не торопимся, делаем аккуратно. Нам нужно получить изящную работу. Мы получаем удовольствие. Это раскрашивание сказки. Это вода, что ли? Это вода, что ли? Давай я езжу продолбит. Нет, вон кто большой? Да. Да, спасибо. Нужно обзоровать. Как? Как-то с как-то. Как-то с как-то. Не, ну наоборот, как мы не забываем. Мужик. Вот такой. Смотри. А может, да? Смотри. Кто будет давить из вас? Я. Давить сильно не нужно. Слегка нажимаем, чтобы бакула подзала. Потому что, смотрите, вот этот пакет, вот здесь прохеет. Он может треснуть и палиться с другой стороны. Сильно на него не нажимаем. Берешь, конечно. Подожди, сначала надо надавливать. А, да. Девчонки, вы что? Можно краткать. Можно краткать. Можно чуть-чуть здесь. Ммм. Вот это будет. И можно чуть-чуть пробовать даже на вкус. Не надо еду. А потом весь домик, когда съедите, будет очень... Ну, постепенно. Не сразу. Мама, мама, а когда? А, отчет. Я стала, что можно отдать, но... Можно вместо того, чтобы... Не торопись здесь, потихоньку. Не торопись здесь, потихоньку. Что ты делаешь? Я вот так. А можете какие-нибудь рожицы рисовать в этих квадратиках? Улыбочку какие-нибудь, глазки, к примеру. Глазки зелененькие, а улыбка красненькая, к примеру. Или желтенькие. Это будет солнышко, можно нарисовать. А, ладно, давай. Мы с Костиной будем раскрыть. Мы с Костиной сделаем. Женечка, пройтись там по крыше. Или где нам, куда нам беремся. Очень хорошо. Так, прихоньку, прихоньку. Вот, посмотрите. Вот здесь тоже нужно сделать что-то красивое. Попробуем. У всех пакетики открыты? Егор, ты торопишься, не торопись. Если ты хочешь приклеить, то на крыше нужно поставить лепешек, Маш, не торопись, Маша, не торопись. Дим, 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 стоп. Чистый. Много, а то уже круто. Вот, не нажимай на крышу, она сломается. Ладно, берегу на эту кухню, я тут на моем кухне. Смотрите, какие у вас посыпки, как вы заметили. Эти посыпки хорошо на лазуре. Как получается? Да, трубота я открываю, я вам расскажу, что делать. Стас, послушай, пожалуйста. Вот эти посыпки прикрепляются только на лазуре. Поэтому сначала лужицу лазуре небольшую, а на нее уже... Аль, ну почему? Вот это шло, у тебя какая-то секрета. Да, классно. Все сразу восстановить не нужно. Вот, первоначально, я буду дарить. Вот. Я, чему. Сезан, переди. Можно спрашиваешь, что-то делать? Аль, помни, ты работаешь. Иди, девочка, ты так стараясь, не делаешь, иди в маню. А вот, раз, нечем. Ну, ты там не достаешь, а здесь ты давай больше дуешь чай, а сезан, не кайф. Нам сказали, вот как нет, хотя бы что-то. То есть ты будешь окрестиваться вот за эту стенку? Да. Сезан, вот за эту стенку. Сделай здесь красоту. Да, я всем открываю. Сейчас пройду. Вы еще не сделали дорожки, можно пока заниматься тем, что у вас открыто. А то, что у вас закрыто, пока не можно использовать. Помогите. Тонкую работу по краям сделай. Это снег. Отойди-ка. Все. Ты мне что сделал? Сняк. А это зачем? Я тебя просила? Я думала, там мне лазурь надо. Мальчики, мальчики, глазурь, вот эту пудру. Вот это? Дима, ты посади, наверное, на угол. Иди сюда, Никита. Они не достают оба. Они оба не достают, не работают. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать Над нами благодать, над нами благодать